Теперь мы знаем точно, елки растут не только в лесу. Эксклюзивные модели елок вырастили в Бавлинском доме школьников. Более 200 работ учащихся сельских, городских школ и детских садов нашли свое место в фойе учреждения. На выставке «Живая ель», посвященной Году экологии, можно было увидеть елки, поделки разного материала, в основном бросового. Экологическая акция сначала проходила на местах, а затем по пять лучших работ из каждого учреждения были выбраны для участия в выставке в Доме школьников. Работы принимались по следующим конкурсам «Новогодняя маска», «Новогодний серпантин» по номинациям «Мягкая игрушка», «Елочная игрушка», «Чудо-елка», «Зеленая красавица», а также на конкурс экоплакатов «Елочка, живи». Дом школьников является организатором традиционного конкурса экологического «Живая ель». Конкурс проводится с целью природосбережения и привлечения детей и их родителей к проблемам окружающей среды. В конкурсе принимают участие дети как детских садов всего муниципалитета, так и школы города и района. Каждая работа уникальна. Видно, что те, кто делал их, очень старались. Здесь выставлены поделки из пластиковых ложек, чайных пакетиков, конфетных фантиков, прутьев, ниток и многие другие. И этой красотой можно любоваться и любоваться. Для этого конкурса первоклассник Ильна Звайсиков со своей мамой Фанилей сделали елку из клубочков. Елку сделали. Из чего? Из ниток. И сколько дней вы трудились? Четыре дня. А кто вам еще помогал? Мама. Только мама? И сестра. Ну, елку мы сделали из пряжи, делали маленькие клубочки и потом склеивали на конус, подготовленный заранее. А каждый год вы участвуете в таких? Ну, стараемся, да, с садика уже участвуем в таких конкурсах. А какой молодых за интернет? Идею? Ну, в интернете искали, нашли оттуда. Всегда уж пользуемся интернетом. Результаты конкурса будут объявлены в новом году 9 января. Айгуль Кусайнова, Артем Артемьев, БРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова